здравствуйте с вами программа гипотеза и я лили и ликова сегодня мы продолжим разговор о том что происходит в европе что происходит в италии и мне поможет мой ассистент здравствуйте мы продолжаем разговор про италию и вот в продолжение прошлой темы почему такой интерес к италии традиционно итальянская политика она была на периферии европейских проблем тем более мировых что изменилось за последнее время действительно итальянская политика не всегда интересовала и достаточно редко находится в центре внимания как и сейчас нельзя сказать чтобы она была прям в центре внимания интересы политологов при этом если brexit действительно происходит и великобритания выходит из состава е.с. мы получаем такую ситуацию что именно италия становится третьей страной третьей экономикой евросоюза после германии франции и это то мнение мнение италии которое невозможно будет игнорировать в силу того что она очень плотно интегрирована в экономические отношения с той же самой германии в силу того что именно в италии сейчас евроскептики как ни крути пришли приходят к власти потому что и правоцентристская коалиция которая набрала 37 процентов на выборах и движение пяти звезд о котором мы разговаривали в прошлый раз который набрала немножко меньше чем 33 процента кто-нибудь из них должен будет сформировать правительство в коалиции либо без и и та и другая партия это партия евроскептиков которые в ходе своей предвыборной кампании очень жестко критиковали официальный брюссель и официальную политику евросоюза вот вопрос чем интересен тогда результат последних выборов вот в теме нашей сегодняшней беседы лига севера то есть точнее лига они заняли только третье место почему столько внимания давайте мы еще раз посмотрим на карту итальянских выборов вот все что занято синим что закрашена синим это позиции правоцентристской коалиции здесь действительно интерес интересно то что лига севера входящая в правоцентристскую коалицию она называет себя победителем это интересная ситуация почему на первом месте как единое политическое движение находится движение пяти звезд у них 37 процентов голосов но они не могут они не перешагнули 40 процентный барьер и они не могут в одиночку сформировать правительство большинства извините у них 33 процента и 37 процентов это правоцентристской коалиции которая тоже только 3 процента не добрала до 40 процентов и не может сформировать большинство правительство большинства ситуация достаточно патовая но при этом внутри коалиции правоцентристов она же состоит из трех политических партий это как раз лига севера это форца италия партия сильве берлускони и фратель де италия которая набрала 4 процента совершенно так ну незначимое количество но лига севера на основании того что она лидер по голосам в победившей коалиции провозгласила себя фактически триумфатором выборов на это есть две причины во первых первая причина она действительно в том что очень многие сейчас с большим интересом относятся именно к лидеру лиги севера матеус альвини в силу разных причин опять же это очень яркий политик и вынуждены с ним считаться несмотря на то что у его партии всего 17 процентов второй ответ наверное в том что лига севера которая как партия образована в 1989 году очень долгое время держалась на уровне 4 5 процентов то есть это партия которая не получала большинство голосов они входили в парламент они входили депутатам вот мата сали не ходил депутатам в европарламент то есть они присутствовали во власти но не занимая большинства а какой результат был в лиге на прошлых выборах тринадцатого года на выборах тринадцатого года у них как раз было около четырех процентов сейчас сейчас 17 процентов но вот этот результат 17 процентов это же результат в среднем да по всей италии при том что юг и центральной италии вся сицилия за них не голосовали практически вообще поэтому но если мы берем усредненную цифру и если мы посмотрим голосование по отдельным регионам кому нам италии на севере то мы увидим что там они занимались совершенно другие проценты где-то 25 где-то 32 где-то почти 40 процентов то есть там на севере отдавалось большинство вот вопрос вот вы сказали про матео сальвини вот можно же так сказать что сейчас в италии все ведущие политики и очень молоды димао 31 год ренце который ушел уже ушел 42 года 41 42 года тоже приходит сальвини тоже молодой чем он от них отличается кто такой матео сальвини кто такой матео сальвини длинный разговор это человек который пришел из идейных устремлений еще будучи студентом как раз в тогда партию которая называлась лего норд падания это важно потому что это было движение он пришел в 1997 по моему если не ошибаюсь но надо перепроверять данные потому что сами итальянские источники дают очень разные какие-то даты важно что он пришел тогда когда эта партия была только для северян она не пользовалась популярностью она не пользовалась популярностью в всей италии кроме только северных областей вплоть до последнего времени он пришел туда совершенно юным не закончив университет университет он кстати в итоге так и не закончил как и димао это то что их объединяет еще их объединяет то что димао пришел в партию которую учредил бп грилла тоже взрослый человек со своими устоями который потом отошел с первых ролей а лигу норд ее учредил умберто босси это тоже совершенно другой человек который потом на праймере внутри партийных уступил своей позиции молодому маттеус альвине потому что у маттеус альвине в какой-то момент где-то вот уже в конце 90-х в начале двухтысячных очень резко вырос кредит доверия то есть из-за того что он он действительно в начале пришел в партию и соглашался именно с тем что лего норд падания что это же было такое движение регионалистов за федерализацию италии которые хотели чтобы в самом экстремальном своем проявлении лего норд падания боролась за то чтобы федерализация достигла такой степени чтобы северные области были максимально независимы от центральной и южной италии потому что у них по их словам были другие культурные традиции у них другие промышленные и трудовые традиции как бы они декларировали на тот момент что не хотят содержать менее развитый юг вот буквально была такая риторика развитые экономически разумеется наименее развитые экономически это достаточно обидно было естественно для жителей центральной и южной италии поэтому вот весь негатив видимо он остался в итоге на уберта боссе и на смену пришел маттеус альвини который вот в настоящее время активно занимается ребрендингом лиги а можно вопрос вот падание это регион какой-то италии нет падания падания это северные области италии но это историческое такое как боже легендарное может быть в чем-то название она объединяет там ломбардию венета боюсь ошибиться потому что вот это 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 то что значимо то что значимо именно для северных итальянцев причем для части для тех которые вот исторически уже оттуда родом понятно а вот тогда вот развиваю эту вещь какая платформа какая позиция лиги севера то есть что они декларируют какие цели какие проблемы они ставят то есть что они каких проблемах они говорят на что не заостряет внимание тут надо говорить о том что в какой-то степени платформа лиги севера она конечно изменилась с того момента когда партия была только образована до настоящего момента если мы говорим про то что озвучивается сейчас это что является как бы лейтмотивом всей этой партии то один момент он сохраняется уже в течение долгих лет это борьба с нелегальной иммиграции тут надо отметить что для италии вопросы иммиграции нелегальные иммиграции в страну они не возникли ни в пятнадцатом году не в одиннадцатом они существовали задолго до того потому что вот та самая лампедуза печально известная она уже долгие годы служит каналом для нелегальной иммиграции это остров средиземном море да он на самом юге вообще он ближе всего вообще к африканскому побережью с которого постоянно в течение опять животным там не пяти лет а достаточно долгого времени проходят вот работает канал это нелегальной иммиграции когда люди на барках на паромах на лодках пытаются переплыть и приплыть в италию и лига севера самого своего начала говорила что это одна из самых значимых проблем ну и еще две проблемы мы выделим те которые значимы это конечно пенсионная реформа снижение налогов то есть получается что позиции лига севера это критика евросоюза в части миграционной политики вот так одна из составляющих позиции политики лиги севера это как раз евроскептицизм и жесткая критика евросоюза по ряду позиций но одна из наиболее значимых и на мой взгляд та которая обеспечила именно на выборах значимое преимущество для лиги это как раз и миграционная риторика в отношении нелегальной миграции это действительно большая проблема для италии потому что если смотреть ролики того же самого маттео сальвини а он очень активно ведет себя в медиа пространстве то мы видим когда он показывает маленькие итальянские города маленькие буквально деревни в которые заселяется количество иммигрантов пока без документов естественно потому что они многие прессы прибывают как беженцы которые ждут своего статуса оформления документов в течение нескольких месяцев и в маленькие малонаселенные деревеньки заселяется примерно такое же количество беженцев или иммигрантов сопоставимы уже с количеством взрослого населения этих населенных пунктов извините за татологию это это естественно вызывает очень большой напряжен очень большую напряженность большое напряжение в и именно поэтому опять же на мой взгляд вот есть коммуны есть какие-то регионы где проголосовали буквально там по 38 процентов именно за лигу потому что вот мы потом посмотрим ролик кредит доверия именно вот по иммиграционному вопросу для него очень высокий понятно а вот еще такой вопрос а то что вы тут говорили раньше отношения с другими правыми партиями италиями или даже точнее отношения внутри правой коалиции оно получилось так что сейчас меняется они были четыре процента в тринадцатом году лига севера а сейчас они весь они 17 17 процентов они стали там главными какое отношение внутри внутри коалиции действительно они стали главными и лидер кали и лидер не коалиции лидер лиги севера не устает об этом повторять и подчеркивать всячески и это снова момент напряженности уже внутри коалиции потому что коалицию в свое время собрал возглавил и в общем-то поддержал лигу севера когда она еще была совершенно не с такими процентами бывший премьер-министр италии сильве берлускони тут ситуация сложная потому что отношение к берлускони но вот если мы снова посмотрим медиа пространстве итальянском блогах но очень критичные но при этом 14 процентов на выборах он стабильно набирает и в этом на этих выборах и на прошлых выборах то есть есть электорат который за него голосует и потом но нельзя не согласиться что селью берлускони это фигура совершенно другого порядка это мирового уровня политик который став уже миллиардером занялся политикой то есть мы можем предположить совершенно другие ресурсы это совершенно другие связи в политическом мире это совершенно другое имя и сейчас когда вот возник правительственный кризис который говорят что должен разрешиться да потому что вот время от времени лидеры коалиции и лидеры движения пяти звезд заявляют что они близки к тому чтобы достичь соглашения но никто не хочет чтобы сильве берлускони снова входил в состав правительства и в первую очередь этого не хотят движение пяти звезд соответственно но при этом матеус альвини который в коалиции идет очень жесткую позицию занимал вот буквально до последнего времени что либо мы идем коалиции либо мы не входим вообще состав правительства и мы идем пригласовывать вот как раз в этом была такая сложная часть договорного процесса невозможно договориться когда одни говорят мы пойдем в правительство но только с альвини это говорит движение пяти звезд и с альвини отвечает что мы пойдем в правительство но только все вместе значит силе берлускони и джорджи мелони то есть только коалиции это тоже можно понять потому что как коалиция они занимают большинство голосов а если идет один с альвини то он будет младший партнер что для человека с его амбициями с его харизмой да с его претензиями но это совершенно не представляемые что может сказать такой такой вывод что если идет только сальвини то премьером будет димаю а если идет коалиция то премьером скорее всего будет сальвини а мы представители коалиции давайте кстати посмотрим один из предвыборных роликов который снимал сальвини потому что сальвини шел на выборы и шел после выборов вот эти два месяца которые он ни одного дня не провел на одном месте он постоянно продолжал свою уже поствыборную гонку за то чтобы добрать голоса за то чтобы при варианте если они будут переголосовывать он получил больше голосов вот и одним из так сейчас секунду одним из его лозунгов было как раз сальвини премьер то есть однозначно а и сэссанта миллиониде и итальяне диссервир в конониста и конкураджо это одно из его предвыборных выступлений наверно на более значимых потому что оно состоялось на площади дома в Милане это центральная площадь это сердце Милана мы видим здесь что на той кафедре с которой стоит там написано лего сальвини премьер а теперь что он здесь сказал он говорил спасибо за то что вы меня поддерживаете и сказал если вы вместе со мной спасибо вам за это пойдемте вместе и будем управлять этой замечательной страной возьмем власть в свои руки но я хочу показать самое начало вот это та самая площадь дома такой площадь дома наверное мало кто видел если только вы не были специально вот там на этом мероприятии потому что там всегда много там всегда много туристов она всегда заполнена но вот чтобы так чтобы была установлена буквально кафедра сцена и оттуда говорил политик но это достаточно большая редкость а чем примечательно эту площадь как я уже сказала это сердце Милана Милан это сердце севера именно на площади дома там установлен во-первых памятник Виктору Эммануилу Виторию Эммануэлле это объединитель Италии и то есть это знаковая совершенно фигура это памятник который вот он там совершенно на месте это сакральная фигура просто для итальянцев и когда Дим Сальвини выступает стоя напротив памятника Виторию Эммануэлле он буквально позиционирует себя как объединитель Италии это отражается также в том что вот мы увидели уже больше не лига севера уже просто лига то есть сейчас как раз идет процесс ребрендинга в общей итальянскую партию ну кроме того и сам собор который строили 600 лет или 700 лет да по разным оценкам снова ну это длительный очень был процесс это один из самых известных соборов готических в мире то есть ну это совершенно знаковое место для итальянцев и не припомнишь что там кто-то еще бы вот так вот получается он ассоциирует себя с символами Милана совершенно верно Италии да он ассоциирует себя причем делает это сознательно и вот здесь не видно но сзади за ним натянут огромный баннер на котором написано сначала итальянцы примали итальяне это снова его такой предвыборный лозунг с которым он шел и он очень воспринимается действительно так соткликом с душевным итальянцами тем что кто-то вспоминает именно про них и обещает заботиться о них как он вот в этом выступлении он например сказал что я не буду сидеть в кабинете как это делали другие министры или там премьер-министры потому что моим офисом будет вся италия от лампедузы до вальдооста это самая северная точка а вот тогда такой вопрос а в чем сейчас когда особенности поведения стиля вот поведение матео сальвини чем он отличается от других политиков если в его поведении какая-то новизна чем он отличается от традиционных политиков италия ну традиционные политики италии все-таки они все держатся на расстоянии от людей чем примечательны сальвини я сейчас снова хочу поправить показать один ролик это после выборов сразу он очень любит скажем так ходить в народ он постоянно среди людей после выборов каждый день он ездил по городам скажем так по мелким деревням по таким населенным пунктом куда он приезжал и говорил к вам никто не приезжал я тут первый никто к вам не приезжает и не спрашивает как вам живется я приехал и мне интересно и я буду заботиться о вас и на самом деле ну казалось бы это популистский прием но если посмотреть как там его встречали понимаешь что одна людей то это подействовало потому что сидят полные зала например он поехал на юг в южные какие-то коммуны где за него не голосовали или задали очень мало глазов а он туда приехал при том что но его не любят на юге как представителя именно лиги севера потому что очень много вспоминают вот представителям лиги севера ему лично и тем более амберто боссе как они пренебрежительно отзывались о жителях юга но он туда едет говорит о том что я с вами и вот я к вам приехал после выборов они до выборов как делают все я буду биться за ваши интересы люди верят его встречают овациями но сейчас я хочу показать как он вел себя сразу после выборов самом начале это 8 марта 4 марта прошли выборы а сейчас он рассказывает о том что теперь когда уже все политики исчезнут ваших экранов они исчезнут в ваших горизонтах потому что пойдут делить портфели а я буду с вами и вот сейчас я пришел это он в милане на рынке он пришел со своими со своей командой просто для того чтобы на самом деле раздать такие маленькие листовки с надписью grazie спасибо он идет по рынку итальянский рынок это не совсем то что наш рынок он работает пару раз в неделю и там нет такого что ежедневно стоят торговцы и обратите внимание как его встречают во первых он идет ну как бы без всякой охраны в простой одежде человек который вот по его словам не сегодня-завтра станет премьером италии со всеми фотографируется он говорит им спасибо жмет руки всем улыбается если послушать то что говорят они спрашивают а что вы тут делаете но он говорит что я пришел только для того чтобы сказать спасибо и не упускает момента заняться предвуберной риторикой потому что он говорит мариин президенте судима фрампо вы сегодня будет в регионе мимоза любимых для своих матерей сестер пожалуйста делайте это но итальянских продавцов покупайте не покупайте у тех кто не платит налогов на улице покупайте на рынке специально отведенных для этого места отмени сейчас ему кто-то говорит маттео давай вперед давай почини Италию наладь все уже мы за это голосовали причем чтобы избежать вот обвинения в ксенофобии его очень часто обвиняют сфотографируются люди которые явно не итальянского происхождения они идут и подчеркивают что мы здесь вот выборы прошли а мы здесь и мы будем с вами все время совершенно верно да они это такое очень похоже на итальянское кино когда ему кричат эй маттео спасибо давай а ты чего здесь делаешь он говорит я пришел сказать вам спасибо они говорят давай ты молодец потом его он ходил наверное часа полтора поэтому рынку и ему все дают наставления говорят как именно надо починить Италию он всех слушает на самом деле очень вот показательно на прямую работу совершенно верно да я здесь наверное остановлю это можно смотреть долго да это популистский ход но удивительным образом он в Италии работает когда он приезжает в деревню на юге и говорит что вам ведь тоже здесь нужна работа вам здесь нужны туристы надо чтобы наши с вами дети при том что он родом из Милана он всю жизнь миланец такой обеспеченный ну миланцы это особый да Милан особый город это город высокой моды там всегда были деньги и он людям из деревни говорит наши с вами дети должны иметь доступ к образованию он рассказывает им о своей маленькой дочке он рассказывает о том как он не бывает дома что он всегда в разъездах и люди просто вот овациями его встречают это ну немыслимо было бы до какого-то момента потому что лигу на юге не любили откровенно вот тут такой вопрос вот на последних выборах они изменили название они стали называться не лига севера как назывались очень долго а стали называться лига совершенно верно то есть они стали по сути проводить ребрендинг и ребрендинг в сторону чего да именно об этом я и говорила ребрендинг с той целью чтобы отвергнуть уже обвинения во-первых в сепаратизме во-вторых в том что они пренебрежительно относятся к югу то есть если раньше там в том же самом восемьдесят девятом девяносто пятом да в девяносто шестом году они говорили что лига севера она для того чтобы у севера было больше самостоятельности и север не должен был бы кормить юг то сейчас это подается вот именно почему я заострила внимание на том что он говорил мой офис будет от лампедузы до вальдооста что вся италия едина и мы вместе должны решать проблемы которые перед нашей страной стоят то есть он себя позиционирует как матео объединитель то есть фактически сейчас идет трансформация лиги к общей национальной партии общей итальянской партии которая представляет не только север но и должна представлять юг это он делает а вот вопрос такой то есть вы сказали что после он после выборов стал ездить как будто бы он продолжил свою избирательную кампанию и не стал останавливаться и он не останавливается до сих пор то есть он ездит он ездит он выкладывает видеоролики это практически ежедневно бывает если не по нескольку раз в день я связываю это с тем что когда был такой результат на выборах во первых это дало определенную надежду что именно сейчас лига и конкретно матео сальвини сможет достичь совершенно другого уровня во вторых связано с тем что ситуация это неопределенная ни одна из там партий или коалиции не получила большинства для того чтобы сформировать правительство и когда остальные решили что они договорятся и поделят все ну скажем так министерские портфели он тут же на следующий день занялся снова предвыборной гонкой там где проголосовали меньше или там где выборы например но в общении не состоявшимися были признаны он поехал туда и агитировал там его за это критиковали как угодно там могли что-то говорить другие партии что вот он никак не может остановиться но он это делал совершенно сознательно то есть можно ли сказать что лига то есть политики стали делить власть а проблема для страны не решены они как были так и остались то есть проблема постепенно только продолжает накапливаться конечно потому что вопросы с иммиграцией не решены пенсионной реформы никто еще не занимается соответственно там снижением налогов про которые все партии говорят естественно тоже никто не занимается потому что в настоящий момент правительство то которое было до 4 марта оно уже должно сложить полномочия а нового правительства еще нет это ситуация пока в подвешенном состоянии а перспективы лиги какие на ваш взгляд время работает на них время работает на лигу да было бы на мой взгляд сейчас если бы лига осталась в оппозиции предоставила решать проблемы которых действительно много и которые озвучены например тому же самому движению пяти звезд ясно что это такие проблемы которые никто просто так в лоб решить не сможет это действительно очень длительный процесс и лига если бы осталась в оппозиции она бы потом просто предоставила шишки собирать одним а сливки себе после этого предоставила бы ну то есть оставила бы это право за собой потом вмешиваться и критиковать но пока непонятно какие сейчас результаты по опросам как лига она растет не растет что у них происходит сейчас когда делают социологические замеры общественного мнения в италии как вот изменяется отношение к тем партиям которые участвовали лига набирает голоса движение пяти звезд немножко но начинает терять потому что слишком быстро они заявили о согласии там с какими-то европейскими инициативами которые до этого критиковали лига из-за того что не останавливается они набирают голоса то есть вот если будет переголосование совершенно непонятные его результаты это непредсказуемый процесс понятно но получается что тема это очень большая и по сути получается ситуация в третьей размером по экономике по может даже по влиянию страны европы она не решена и об этом говорить можно долго ну я думаю что мы еще вернемся к этим вопросам и обсудим да будем следить за ситуацией пока все это очень интересно развивается давайте смотреть дальше спасибо что были с нами до новых встреч м 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 Субтитры создавал DimaTorzok